МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дума образца 2011 года, да и, пожалуй, президентских выборов 2012-го. Между тем, если говорить о кампании подовыборов в Североморском округе, то складывается впечатление, что оппозиционные партии решили сыграть с Единой России в поддавки и всячески способствует ее победе. Я уже однажды озвучила эту мысль, чем вызвало неудовольствие лидеров этих партий, в частности, главного справедливороса области Александра Макаревича. Я слышал о том, как отзывались о вашей программе, которая сказала, что справедливая Россия специально не участвует в этих выборах, расчищая дорогу одному из кандидатов. Ну, в частности, для кандидата от Единой России. Это очень упрощенная трактовка нашей позиции. Что ж, готовы поменять свою точку зрения, если политики сумеют убедить меня в обратном? Итак, 10 октября будут поделены между политическими партиями, в том числе, 36 мандатов. Один из них в областную думу. Я имею в виду до выборы по Североморскому избирательному округу номер 4. В связи с назначением депутата обл. думы, члена фракции Единая Россия Татьяны Цымбалюк на должность главы администрации ЗАТО Александровск. Очевидно, что представителям КПРФ, ЛДПР и Справедливой России совсем не помешал бы еще один мандат в региональном парламенте. Сейчас расклад выглядит так. 19 голосов у Единой России, 11 у оппозиции. Если учитывать, что в составе думы есть независимые кандидаты, а среди единороссов могут быть разногласия, то даже один мандат, кто бы его не получил, фракция Справедливой России, КПРФ или ЛДПР, мог бы повлиять на результаты голосования по тому или иному вопросу. У оппозиции есть шанс уравнять силы и уменьшить нынешнее безоговорочное превосходство медведей. А вот использует ли она его, покажут результаты выборов 10 октября. Нужно отметить, что Североморский избирательный округ не самый простой. Население вновь образованного зато Александровск болезненно переживает объединение и оптимизацию. Масса нерешенных проблем у военнослужащих и работников судоремонтных заводов. На Северном флоте идут сокращения, и по прогнозам экспертов следует ожидать протестное голосование электората. А следовательно, оппозиция вполне может взять реванш на предстоящих выборов. Однако даже на этапе выдвижения кандидатов у наблюдателей возникло стойкое ощущение, что она не собирается этого делать. КПРФ и ЛДПР выдвинули товарищей, которых до этого никто в глаза не видел, а справедливая Россия и этого не сделала. В итоге зарегистрировано только 4 кандидата. Но обо всем по порядку. Изначально о своем намерении участвовать в предвыборной гонке заявило 7 человек. Начнем с самовыдвиженцев. Таких оказалось 4. Первый самовыдвиженец беспартийный Анатолий Михайлов. Кроме того, что он работает начальником участка водоканала в Гаджиево, ничего сказать о нем не могу. Он благополучно собрал подписи и прошел регистрацию. Второй самовыдвиженец Эрвин Ильдусович Зарипов. Военнослужащий из Разляково. Ему всего 27 лет. В поисках информации о нем я наткнулась на страничку в ЖЖ под названием «Гражданский путь». В нем две статьи, написанные, как я понимаю, Эрвином Зариповым. Одна о проблемах вооруженных сил, другая о равенстве полов. Я с равноправия полов. В обществе воспитание детей должно осуществляться следующим образом. Девочка должна воспитываться матерью, а сын отцом. Стало бы это тезисом предвыборной программы, мы так и не узнаем. Зарипов не прошел регистрацию, он просто-напросто не сдал документы в комиссию. Третий самовыдвиженец корреспондент одного из центральных каналов, 33-летний Дмитрий Высоцкий. Насколько его намерения были серьезными и на какой ресурс он рассчитывал, судить не берусь. Однако многие задавались вопросом, как сотрудник ВГТРК Государственного канала может лезть на рожон и баллотироваться в округе, где уже есть согласованная кандидатура от партии власти. Если вы такой идейный, вступайте в диссиденты. Впрочем, сам Дмитрий объяснил этот поступок с желанием снять телевизионный сериал про выборы с собой в главной роли. Однако художественному замыслу не суждено было осуществиться. Претендент сошел с дистанции на этапе сбора подписи, что и требовалось доказать, напишет по горячим следам раздосадованный кандидат в своем блоге. Подписи собирал самостоятельно, сам ходил по квартирам, встречался с людьми. В определенное время все подписи сдал, сегодня получил на руки решение избирательной комиссии, не зарегистрирован. Около 20% подписей признаны недействительными. Четвертый самовыдвиженец Сергей Варламов. Он совсем недавно, в марте, стал депутатом Североморского горсовета. Жители зато еще помнят его предвыборное обещание снизить коммунальные платежи. Оппоненты Варламова уже предвкушали, как будут его критиковать за популистские лозунги. Человек и семи месяцев не отработал в роли депутата горсовета, а уже хочет стать депутатом областной думы. Понятно, статус выше, зарплата в 100 тысяч. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. Впрочем, зря они точили копию. Варламов не смог собрать подписи, получил отказ в регистрации. Тоже в сети стали муссироваться слухи о том, что правящая партия таким образом избавилась от сильных соперников. С такой точкой зрения председатель обл. избиркома Анатолий Саренко категорически не согласен. Оказывается, этот вопрос очень непростой. В законе четко обозначены требования к подписному листу. Каждый, допустим, подписной лист в конце должен быть заверен. Они почему-то эту полосочку даже не пропечатали, и подписи собраны, а засчитать их избирательная комиссия просто не может, потому что не выполнена требования закона. То есть они не заверены. Поэтому трудов много, все правильно, а засчитать их не могут. Поэтому его отказали в регистрации только вот из-за этого. Требования закона жесткие, и от них отступать невозможно. Почему? Потому что если только избирательная комиссия отступает от этого, немножечко так прикрывает глаза пальцами, то тогда соперники, другая партия, пишут заявление в суд, и все становится на свои места. Итак, из четырех самовыдвиженцев по Североморскому округу зарегистрирован только один беспартийный сотрудник водоканала Анатолий Михайлов. Как показывает статистика, именно самовыдвиженцам труднее всего зарегистрироваться. Это аксиома. В Североморском округе из четырех отказ получили трое. В Коле из 54-х 24. И только в Кировске из 60 самовыдвиженцев зарегистрировано 48 человек. Одним словом, даже если какие-то силы могут помешать тем или иным политикам собрать подписи, то уж помешать партиям подобрать и выдвинуть достойных сильных кандидатов никто не может. Давайте посмотрим на ставленников партии. Единая Россия выдвинула Вячеслава Рукшу. Он, кстати, не является членом партии. Между тем, ни для кого не секрет, что его фигура вполне устраивает и федеральный центр, и областную власть. Рукши противостоят два Алексея. Алексей Заводчиков, член КПРФ, и жириновец Алексей Пеншин. Как вы уже поняли, справедливая Россия не принимает участие в довыборах в облдуму. Удивительно, правда? Тем более, что господин Варламов, член этой партии, если бы она оказала ему поддержку, то конфуза с подписями можно было бы избежать. Ситуация непростая. Ну, во-первых, те кандидаты, которые выдвигаются от партии, они подписи не собирают. Достаточно того, что эта партия допущена к распределению мандатов в Госдуме, в нашей областной думе. И таким образом поступили Единая Россия, КПРФ и ЛДПР. Справедливая Россия, я не знаю, по каким-то причинам не смогла собраться и выдвинуть своего кандидата. К сожалению, мы наступили на те грабли, о которых до меня здесь рассказывал председатель избирательной комиссии Мурманской области Анатолий Пантелеич Саренко. Уставные документы нашей партии не позволили нам провести выдвижение кандидата на заседании руководящего органа. Нам нужно было проводить конференцию. Что это такое в летний период времени, если делать это все с правовой точки зрения чисто, не заниматься никакой, как бы сказать, недопустимость точки зрения закона работы при подготовке этой конференции. Вот это была основная причина. А вообще, я согласен с Анатолием Пантелеичем в том, что, он, наверное, об этом не говорил, но мы с ним раньше обсуждали эту проблему, что нам нужно изменять законодательство. Потому что вот через это сито не прошли по формальным признакам очень многие достойные кандидаты. В частности, кандидат от партии «Справедливая Россия» Варламов Сергей Викторович. Я уверен в том, что у него были бы очень и очень хорошие шансы для участия в этой избирательной кампании и получения того результата, к которому бы мы все стремились. То, что он пошел бы от партии, это было известно всем. Потому что в этой ситуации мы провели бы заседание нашего руководящего органа, приняли решение об оказании ему политической поддержки, и он бы участвовал в избирательной кампании. Законодательство наше устарело. И сбор подписей, когда многие могут, что называется, быть отсеяны, отсеяны из избирательного процесса, из предвыборной борьбы, его нужно менять. Это принципиальная позиция партии «Справедливая Россия». Она формулировала эту позицию в предложениях к заседанию Государственного совета Российской Федерации, который был посвящен проблемам и вопросам реформирования политической системы. Вы знаете, что он проходил в начале этого года под председательством президента. Пока «Единая Россия» не готова идти на отмену этих норм закона. Потому что прекрасно понимает, что это есть один из рычагов воздействия на избирательный процесс. Сейчас это один из рычагов административного ресурса. Я уж вам прямо скажу, что если вы сейчас проверите на предмет партийной принадлежности членов территориальных избирательных комиссий, вы удивитесь. За редким исключением, за редким исключением, там абсолютное большинство, все равно в руках партии «Власти», в руках партии «Единая Россия». Поэтому этот инструмент всегда находится на вооружении партии «Власти», и она в любой момент готова им воспользоваться для того, чтобы оказать преференции и упростить борьбу за депутатские мандаты для своих представителей. Если проанализировать состав участковых избирательных комиссий, то ситуация выглядит не столь удручающе, как заявил Александр Геннадьевич. Из 409 членов комиссий, действующих в Североморском округе, сторонниками «Единой России» являются только 52 человека. Коммунистические взгляды разделяют 45, а 21 состоит в «Справедливой России». В Кировске в составе комиссии сторонников «Единой России» и ЛДПР поровну, а в Коле превалируют «Справедливороссы». Что бы ни говорил Александр Макаревич, но выборы – это не стихийное бедствие. ИСРы могли позаботиться о своем участии в этом процессе. И если они этого не сделали, вывод напрашивается сам собой. Либо «Справедливороссам» безразлична судьба жителей за то, либо они решили сыграть на стороне «Единой России». Теперь давайте посмотрим внимательно на реальных участников гонки. Например, на кандидата от ЛДПР. Жириновцы не нашли никого лучше, чем 24-летнего Алексея Пеншина, уроженца Снежногорска. Впрочем, у этого кандидата есть опыт. В марте он уже баллотировался в Совет депутатов поселка Туломы, где набрал всего один голос. Он сам со Снежногорска. В общем-то, тема закрытых городов, я думаю, ему с детства близка. Во-вторых, ведь партия – это общественная организация. И процедура выдвижения любого кандидата, она, в общем-то, такая общественная, коллегиальная. И в данном случае решение конференции было. В данном случае Алексей утвержден кандидатом. И задача партийной организации – работать для того, чтобы этот кандидат превратился в депутат. Алексей Пенщин также был замечен и на выборах в Коле. Фигура тут, фигура там. И как он везде успевает? Впрочем, по имеющейся у нас информации, большую часть своего времени кандидат проводит в штат, в квартире партии в Мурманске и в социальной сети ВКонтакте, где он общается с избирателями. Наверное, лидер регионального отделения Василий Пимин руководствуется правилом «удивил, значит победил». А иначе как объяснить выбор кандидатов? То его супруга, мурманская тусовщица Оксана Пимина, обещает в Росляково построить завод по производству моторных яхт, то Алексей Пенщин. Просто какое-то издевательство над людьми. И снова вопрос, на чьей стороне играет ЛДПР. Быть может, коммунисты подошли к этим выборам более серьезно? Региональное отделение КПРФ выдвинуло от партии Алексея Заводчикова, капитана второго ранга запаса, начальника штаба гражданской обороны Мурманского технического университета. Острый на язык противники тут же окрестили его скромным завхозом. Он действительно абсолютно не публичный человек. Мурманское отделение КПРФ по инициативе Советских офицеров порекомендовало меня выставить мою кандидатуру на должность кандидата в Мурманскую областную думу. Этот парень с руками, с мозгами, с желанием, имеет опыт работы МЧС, он занимается проблемами, чрезвычайной ситуацией. У нас сейчас жизнь полна чрезвычайщины. Слышали, что в Триберке проходит, что сейчас будет на продовольственном рынке и так далее. Просто нужны нормальные ребята. А то, что он будет в нашей фракции, у нас три члена фракции достаточно мудрых и опытных политиков. То есть вы сделали его публичную вещь? Быстро натореет. Я думаю, он и сейчас, конечно, у него не все еще получается, и телевизора боится, и камеры, и так далее. В этой ситуации. Но он знает эти проблемы через себя. И будем решать. У нас фракция хорошая. У нас комоедов есть, во всяком случае, которого очень уважает он депутат. Так что здесь... Я даже думаю, что Единая Россия будет побаиваться. Кстати, четыре года назад коммунисты уже поплатились за свою самонадеянность. Как мы все помним, тогда необходимого числа голосов в своем родном округе не сумел набрать Павел Саженов. Даже тот факт, что на протяжении 11 лет он был председателем регионального парламента и считал военную тему своим коньком, не позволило ему победить Варзугина и Цымбалюк. Впрочем, на этом политическая карьера Саженова не закончилась. Он все-таки прошел в Думу по партийным спискам. Впрочем, как это сделали и его соратники Василий Калайдо и Геннадий Степахно. Учитывая этот печальный опыт, наверное, коммунисты могли бы поискать в своих рядах более проходную кандидатуру. Вопрос, конечно, интересный. Мы долго думали об этом, потому что даже Рукша воспользовался той информацией, которую мы обсуждали в ходе летней подготовки, подыскивая кандидатуру достойную, останавливались даже на иранцеве Валерия Владимировича. И он как бы даже не возражал, но только сказал примерно так, что если мне мои избиратели позволят, потому что они сочли бы это, что это предательство. Я бегу как бы с тонущего корабля, на него завели уголовное дело в мае месяце, а теперь вот и в сентябре, накануне вот этих громадных событий, которые произошли по переделу Баренцева моря. Конечно, если бы был иранцев, то тут бы зашевелились очень многие. Наши коммунисты, депутаты нашей фракции сказали, что посадят, говорит, как пить дать, потому что, ну представьте себе, иранцев, тем более он живет еще и в Териберке, округ тоже североморский. Кстати, на днях он по решению Кольского суда отстранен от занимаемой должности. Против него возбуждено уголовное дело по статье злоупотребления служебным положением. Беда оппозиции в отсутствии реальных успехов на поприще решения местных проблем. Вот как им убедить избирателей голосовать за КПРФ, когда у всех на виду замерзающий полуразрушенный поселок Териберка во главе с Яранцевым? Каждая из политических партий имеет определенный кадровый резерв. В какой-то период времени на каких-то выборах он более сильный, иногда он более слабый, и партия должна готовить своих кандидатов не за месяц и не за два перед выборами, а должна это делать постоянно. Даже Единая Россия иногда сталкивается в ряде муниципальных образований, ну не то что с отсутствием кадрового резерва, с его недостаточностью, и по количественным, и по качественным критериям. Мне кажется, что по всей видимости КПРФ просто не верит в победу своего кандидата, и в связи с этим не хотят излишне привлекать финансовые средства для его полномасштабной избирательной кампании. Если говорить о Единой России, то мы в своем кандидате уверены, и я считаю, что любая партия, опять же возвращаясь в ситуацию с Териберка, если она кого-то выдвинула, то она должна отвечать не только за его победу, но и за результаты его деятельности, после того, как он станет или депутатом того или иного уровня, или главой того или иного муниципального образования. Вячеслав Рукша выглядит настоящим тяжеловесом. Нет, не имеет значения. Ведь избирается он сроком на один год. Как вы думаете, хватит такого срока другим кандидатам, и в частности скромному коммунисту Алексею Заводчикову, чтобы вникнуть в проблемы и проявить себя мощным лоббистом? Не знаю. Идею очень сложно пробивать туда наверх, но мы пытаемся. У нас фракция хорошая, боевая. Так что оптимизм у нас есть, вполне и вполне оправданный. Так что пусть Рукша трясется. Не буду скрывать, что лидеры оппозиционных партий меня не убедили в серьезности своих намерений. Они играют в поддавки. Впрочем, я могу заблуждаться. Требуется свежий взгляд со стороны. Поэтому мы попросили дать оценку происходящему независимого эксперта, вице-президента консалтинговой группы «Эксперт Северо-Запад» Владимира Гришаева. Хочу сказать, что архитектура местных оппозиционных партий очень неустойчивая. Они фактически проигрывают выборы в областной думе. И это удивительно на фоне того, что правящая партия «Единая Россия» теряет за последние полгода значительный свой рейтинг. Оппозиционные партии не смогли подобрать те очки, которые партия власти потеряла. В этот бы момент местным оппозиционным партиям перегруппироваться и собрать всю свою энергию, все свои административные, политические и финансовые ресурсы в один кулак и выдвинуть сильного кандидата. К сожалению, этого не случилось. Уже сейчас можно сказать, что эти выборы местные оппозиционные партии проиграли. Насколько верно мнение эксперта, узнаем совсем скоро, 10 октября 2010 года. На этом у меня все. Смотрите программу «Цвет власти» по понедельникам на канале Арктик ТВ в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok